Четвертое измерение Ты задумываешься, почему я живу и в моей жизни исполняется то, чего я не хочу, то, чего я боюсь? Почему в моей жизни мои страхи реализуются, но мои мечты остаются по-прежнему в моем сердце? Ответы на эти вопросы слушай прямо сейчас. Вы можете сотворить мысль, создать образ, наполнить сознание мечтой. А поскольку мысль созидательна, вы можете создать, сотворить для себя все, что пожелаете. Вы можете сотворить мысль, создать образ, наполнить сознание мечтой. А поскольку мысль созидательна, то есть по своей природе, мысль это то, что является материалом. Вы можете создать, сотворить для себя все, что пожелаете. Другими словами, на самом деле можно в жизни изменить все. И очень многое можно изменить уже после этого саммита. И увидеть реальные перемены. Кто из вас хочет увидеть реальные перемены? Это реально все. Увидеть реальные перемены реально. Потому что когда вы следуете учению, и вы, о чем я говорю, не просто люди, которые взяли, взяли, бросили, взяли, бросили, сделаете так пару раз, и знаете что? Вы хотите слышать сейчас, ну, что-то настоящее или нет? На балконе. Как вы? Потому что я не настроен сейчас, ну, знаете, просто вам что-то так говорить. Если настоящее, тогда слушайте. Вот так пару раз сделаешь, и доверие Божье потеряешь. Потому что помни, почему Иисус сказал, за каждое праздное слово человек, что? Даст отчет. И я вам всем говорю, всегда, если ты за что-то взялся, доходи в этом до конца. Если ты что-то делаешь, делай. Никогда не будь человеком, который начинает и бросает. Начинает и бросает. Когда ты так поступаешь, что вырабатываешь? Вырабатываешь в себе вот этот дух поражения. Потому что не начало венчает, а конец. Скажи соседу это, не начало венчает, а конец. Следующий пункт. Посредством ярко выраженного образа созидательной мысли вы можете предотвратить негативные события. Это очень важный пункт. Посредством ярко выраженного образа созидательной мысли вы можете предотвратить негативные события. Вы знаете, что бывают такие моменты в нашей жизни, когда вы оказались в какой-то ситуации. И все идет к тому, что развязка будет в конце плохой, не в вашу пользу. И вы ничего не можете с этим сделать. Все мы стараемся, знаете, изменить ситуацию. Но бывает, вот ничего не получается. Но тогда мы включаем сверхъестественные силы. То есть мы включаем четвертое измерение. И в моей жизни были случаи, когда, вот знаете, уже все было решено. И ситуация была против меня. И я не знал вообще, что делать и каким образом можно это решить. И тогда я входил в четвертое измерение. Я помню один случай, когда я вот видел, что ситуация у меня уже как будто бы произошла. Уже, как говорится, то, что произошло, произошло. Ну, и вот сейчас будет, образно говоря, такое вот что-то очень-очень-очень плохое. И это вот просто, знаете, вот сводило меня с ума. Но так как я знаю закон четвертого измерения, я помню, как я вошел в четвертое измерение. И я просто увидел образ. Я представил себе, что вот все это в конце концов просто исчезло, как будто его не было. Я увидел уже ситуацию в своем представлении, как будто уже все было. И никакой проблемы не было. И вы знаете, удивительным было то, что в четвертом измерении я побыл буквально там пару часов. И в этот же день все, что я видел, произошло. А ситуация была неразрешимой. Но для Бога нет неразрешимых ситуаций. Для Бога все возможно. Самое главное, чтобы ты, когда ты двигаешься в четвертом измерении, чтобы ты имел вот это понимание и эту веру. Как это происходит? Запишите себе, как это происходит? Когда вы оказались в сложной ситуации, и грядет что-то плохое. Когда вы оказались в сложной ситуации, и грядет что-то плохое. И в тот момент, видя своими глазами ситуацию, сложно думать иначе. Но нужно представить, что эта ситуация в конце решилась в твою пользу. Но нужно представить, что эта ситуация в конце решилась в твою пользу. И вот бывает такое, когда вы оказались в сложной ситуации, что-то плохое грядет, и, видя все это, тяжело. Тяжело думать позитивно. Ну, представьте себе, что ситуация в конце решилась в вашу пользу. Как? Вопрос. Первое. Запишите. Представить и держать в голове образ победы. То есть победу, вы должны понимать, как она выглядит в этой ситуации. Второе. Вы должны веровать в этот образ. Потому что, когда мы видим образ и видим своими глазами то, что происходит, очень часто бывает такое, что нам тяжело верить в образ, потому что наши глаза говорят нам другое. Но когда вы начинаете верить в образ, это великая сила. Следующее. Не задавайте вопрос, как это может произойти. Это вопросы, которые нельзя принять. Знаете, вот когда они приходят, они посланы разрушить веру. Потому что, как только вы начинайте верить во что-то, видеть, представлять. Знаете, всегда придет вопрос, а как такое может быть? У кого-то бывало такое или нет? А как такое может быть? И вот, если вы зацепились за это, то есть, вот если вы поймались, вот этот вопрос, как он может разрушить буквально вашу веру в образ и вашу веру в победу? Потому что всегда, когда вы верите, вы не знаете, как это будет. Все на это аминь скажут. Никогда мы не знаем, как это будет. Потому что Бог, Он не дает нам отчеты, как Он действует. Но всегда удивительно, что Он действует так, слушайте внимательно, как ты не предполагал, как ты не ожидал, и ты не думал. И это всегда потрясает. Когда мы верим, веруем в образ, запишите себе, и пропитываемся им очень глубоко, образ становится языком четвертого измерения. Дух Святой начинает действовать и творить в твоей конкретной ситуации. Ты этого не видишь. Бог действует втайне. Записывайте все это. Бог действует втайне. И тебе не успеваете, да? Да я же разговариваю уже еле-еле вообще. Дух Святой начинает действовать и творить в твоей конкретной ситуации. Ты этого не видишь. Бог действует втайне. И тебе не на что опереться, как только на образ и веру в Него. Это очень важные слова. Вам надо их записывать, конечно. Ты этого не видишь. То есть, чего не видишь? Как Бог действует? Может, втайне действует? И тебе не на что опереться, как только на образ и веру в Него. Это тонкие вот вещи духовные. И сегодня я говорю, знаете, для тех людей, кто вот очень серьезно к этому подходят, знаете, кто настроен увидеть великую славу Божию в своей жизни. И вы должны знать, что когда у тебя есть образ, ты же веришь во что-то невозможное. Ну, ты-то видишь, да, вот даже сложная ситуация, или что ты-то видишь глазами одно, а образ у тебя другой. А ты не видишь, чтобы Бог действовал. Бывает, наоборот, ситуация усложняется. Бывает такое или нет? но благодаря тому, что ты все-таки остаешься в вере в этот образ, Бог, Он действует, но Он не показывает тебе этого. Он как будто бы скрывает это. Зачем Ему это? Вы зададите вопрос, логичный вопрос или нет? Я бы тоже у Него спросил. Я шучу. Я знаю, чтобы ты жил верой, а не видением. Потому что Бог, когда Он действует в тайне, тебе нужно верить. И вот эта вера, это то, что угождает Богу, и то, что меняет буквально вообще твой статус. В конце запишите, слово станет плотью. То есть этот образ материализуется. В конце слово станет плотью. И каждый раз ты будешь удивлен, понимая, что Бог действовал, когда все выглядело негативно. Запишите это обязательно. И каждый раз ты будешь удивлен, понимая, что Бог действовал, когда все выглядело негативно. Скажите, у вас такое бывало в жизни, когда вот вы молитесь, и вот кажется, что все плохо, а потом в конце оказалось, что Бог все контролировал. У кого такое было, честно скажите? И ты потом думаешь, вот это да, а я уже был наполнен мыслями, что Бог вообще оставил меня в этой ситуации. И вот такие мысли, да, они потом потрясают нас. Вот я вам скажу такую вещь, что когда ты в четвертом измерении, когда ты видишь конкретную картину, образ, да, ты видишь, давайте представим себя. Понятно, есть образы, давайте скажем, там кто-то о машине мечтает, это вообще как семечки, знаете, там машина, квартира, это все легко. Вообще, если у кого-то нет квартиры, то просто представьте ее, и она у вас будет, и все. Вы смеетесь, я вам точно говорю. Это правда, материально это все самое легкое, но есть вещи, бывает, когда во что-то трудновато верить, когда касается каких-то тонких моментов, да, и вот послушай, все равно ты должен знать, что создавая образ, ты начинаешь разговаривать на языке Святого Духа, и Бог, Он начинает действовать, но ты не можешь этого знать, поэтому продолжай всегда верить. У Бога есть великая судьба для каждого из нас, но каждому из нас нужно научиться говорить с Богом, на Его языке. Все образы, которые будут в твоем мышлении, это все сбудется. Молясь на языке Святого Духа, вы достигаете Божьего сердца. Мы являемся творцами позитивных и негативных событий в своей жизни. Когда ты узнаешь секрет четвертого измерения, когда ты узнаешь, что существует духовный мир, и четвертое измерение господствует над физическим миром, то твоя жизнь необратимо изменится. Прямо сейчас погрузись в молитву. Увидь прямо сейчас в своем разуме свое великое будущее. наше сознание это мощный инструмент. Я новую человек первого Христа Иисуса. Владиславия Моя Ави Овсем Дух Святой Своим сознанием Истина сделает тебя свободным Ты можешь быть носителем благословения Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Моя мысль помазанная Дух Святой 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 Контроль Божий Укрепятся руки Твои И сделает тебя Бог Главой, а не Хвостом Дух Господа Бога на мне Ты будешь только на высоте, а не будешь в лесу Дух Господа Бога на мне Прими сейчас благословение на свою жизнь Тебя ждет невероятно счастливое великое будущее Я верю, что сейчас твоя жизнь уже изменилась навсегда Ты наполнен силой, здоровьем и энергией Великая жизнь – это то, что принадлежит именно тебе Ты достоин всего самого лучшего Все, о чем ты мечтаешь, приходит в твою жизнь очень легко Ты хороший человек Ты богатый Ты красивый, ты самый лучший